Добрый день, добрый день. Не пугайтесь, уважаемые радиослушатели, поскольку в любом случае мы говорим о бизнес-канале на Финам.ФМ. Сейчас, правда, сухой остаток в эфире Финам.ФМ. Меня также зовут Олег Дмитриев, но о бизнес-класс мы с вами посмотрим в следующем часе. Ничего страшного, еще раз повторю, и тем более уж сегодняшняя тема сухого остатка интересна мне прежде всего. Ну, не прежде всего, хорошо, мне в том числе, а интересно многим нашим радиослушателям. Мы будем сегодня говорить об источниках дохода, и главное, ключевое слово в названии этого эфира – множественные, множественность источников дохода. Хотелось бы сегодня об этом поподробнее поговорить, узнать, где же она, эта множественность. Я представляю своего гостя сегодня в студии сухого остатка Сергей Савинов, управляющий партнер Ассоциации независимых бизнес-консультантов БИСКОН. Сергей, добрый день. Здравствуйте. На вас вся надежда. Да. Уважаемые слушатели, вы можете к нам присоединиться, для этого у вас есть, как всегда, телефон студии, телефон прямого эфира 6510996, код города 495, и для этого вы можете использовать сайт компании, адрес которого финам.фм. Ну и мой вопрос, традиционно в начале сухого остатка, если найдете время и желание, позвоните и расскажите, какими источниками дохода, ну кроме, наверное, традиционных, хотя и о них тоже, наверное, стоит поговорить, пользуетесь вы. Итак, начинаем наш эфир. Сереж, ну самое время просто сразу же общими, да, такими широкими мазками определить тему сегодняшнего разговора. Чтобы не было интриги, кстати, подожди, интрига была, мои коллеги, да, учитывая такое, я бы сказал, пространное название эфира, о чем будете сегодня в эфире говорить? Я не раскололся, я не рассказал, интрига до сих пор сохранится. Отлично. Ну, смотрите, дело в том, что если посмотреть аналитику по целям, которые обычно наши с вами сограждане ставят каждый Новый год, где-то в декабре мы с вами сидим и прописываем цели на следующий год, то примерно 66% россиян как раз первое, что прописывают, это увеличение своего дохода. И потом... Сереж, извини, я прошу прощения, а логично это, что мы делаем это накануне Нового года, все-таки деловой год начинается с сентября, активный, да, год начинается я после летних каникул, а мы как-то в середине начинаем что-то менять. Вы знаете, это, наверное, уже что-то такое человеческое, когда вот Новый год, идет какое-то обновление, а когда мы планируем привести себя в хорошую физическую форму, когда у нас все по-другому. Бросить курить. Естественно, конечно, начать бегать, заниматься спортом и так далее, и так далее. И, в частности, финансы сюда тоже попадают, да, у нас несколько разделов разных, да, помимо прокачки себя, мы еще, соответственно, хотим прокачать свои финансы. Причем, вы знаете, здесь уже люди делятся на несколько типов, то есть есть пессимисты, которые, ну, хотя бы чуть-чуть, вот я как-то вот увеличу в следующем году, есть реалисты, которые понимают, что они сделают раз, два, три и получат какой-то уже определенный доход. И есть оптимисты, которые говорят, все, я увеличу в десятки, в сотни раз, да, однозначно это сделаю. И, как правило, вот такие, на самом деле, с моей точки зрения, вот уже занимаясь этим вопросом не один год, то есть я понимаю, что лучше ставить амбициозные цели, да, ради которых стоит вставать с утра. То есть нужно быть вот этим оптимистом, да? Ну, я думаю, что да, потому что, и даже по себе проверяю, ради некоторых целях мы с вами не сделаем ни одного шага для достижения. Ну, неинтересно, с утра просыпаешься, ну, да, небольшие, да, то есть поставил себе какую-то, допустим, цель машины, которая не вдохновляет, ну, например, да, это тоже связано непосредственно с деньгами. И просыпаешься с утра, и у нас стоит существенная разница, то есть встать, да, в холодную квартиру, там, утро, либо поспать, да, и ради чего вставать? Если вот что-то интересное, да, допустим, та же самая машина, бог с ней, мы, конечно же, можем это сделать. Если уже неинтересные, неабициозные цели, то мы, скорее всего, продолжим спать, потому что мы с вами очень классно научились отмазываться или как бы отговаривать себя, да, договариваться с собой, вот это будет правильно. Поиск компромисса здесь, да. Да, безусловно. И, соответственно, мы, понимая вот это, была задача в 2012 году как раз здесь как бы все сошлось. То есть была задача провести самые масштабные мероприятия вообще именно в России, в мире, которое бы собрало в интернете, да, это общая площадка, куда люди просто приходят, слушают тех или иных тренеров и получают какую-то полезную информацию. То есть у вас вот была эта самая амбициозная задача, то есть вы хотели сделать какое-то вот событие. Да, совершенно верно. И был вопрос, а какую взять тему? Какую взять тему? Потому что тем, которыми мы владеем, которыми мы разрабатываем, их достаточно много. И, соответственно, все стало очень просто. Посмотрели, что волнует всех больше людей. Оказалось, именно финансы, оказалось, именно доходы. Хорошо. И, соответственно, посвятили буквально там подряд три недели, это шло мероприятие, каждый день. Выступали разные совершенно, это все наши самые известные российские тренера, О которых каждый рассказывал именно какие-то свои ключевые навыки, способы, какие-то истории, кейсы, которые позволяли обычному человеку явно увеличить свои, либо свои навыки для достижения, либо уже найти новые источники дохода. Потому что отсюда выходит следующий момент, со скольких сторон мы с вами получаем деньги. То есть, если это одна зарплата, то, как правило, мы себя чувствуем не совсем комфортно. Потому что есть всегда угроза, как правило, есть какие-то кредиты, допустим, ипотека, машина или еще что-то, ну, это общий такой, если брать срез. И мы сильно держимся за эту работу, это не всегда любимая работа, что самое интересное, но мы не можем что-либо сделать или какой-то сделать шаг в сторону. Почему? Потому что у нас есть определенные долговые обязательства. И в этом случае у нас один источник дохода. Да, да, да. Он нас и сдерживает, он нас, так сказать, связывает. И, соответственно, когда у нас с вами два-три источника дохода, то мы уже чувствуем себя немножко комфортнее. Мы понимаем, что если по каким-то причинам у нас здесь не вышло, то другие источники перекроют это все. И уже комфортнее, уже более свободнее себя ощущаем. Сережа, я хотел уточнить, смотри, предположим, у меня один источник дохода, я получаю сумму X. У другого человека два источника дохода, но если сложить, да, зарплату на первом и зарплату на втором, получается та же самая сумма X. Вот с точки зрения психологической, кому комфортнее все же? На самом деле тому, у кого два, что самое интересное. Несмотря на то, что он тоже... Да, потому что здесь какая угроза? То, что если этот один источник, даже который приносит хорошую, приличную, вкусную сумму денег, по каким-то причинам его не становится. И это уже большая беда. А если два, хотя бы я уменьшусь наполовину, но у меня что-то останется. Психологически это легче, что самое интересное. И мы с вами четко должны понимать, что ставить на одну лошадь, как говорится, не имеет смысла. И поэтому была задача как раз дать людям возможность посмотреть, где и как это можно сделать. Потому что у многих вот множественные источники дохода ассоциируются, что надо открывать какие-то бизнесы, надо... Ну или пахать с утра до ночи, да? С утра туда, потом сюда, потом сюда, приехал домой, язык на плечо, все. Да, совершенно верно. Либо сделать что-то такое, что мне, обычному человеку, невозможно. Это для них, для кого-то там. И мы как раз вот разбивали, в частности, этот миф в том плане, что многие источники дохода, да, они доступны. Я не говорю сейчас о миллиардах, да, я говорю о базовых каких-то деньгах, но, тем не менее, они доступны практически любому человеку. И мы здесь уже начинали разбирать, какие навыки обладает человек на данный момент. Потому что многие навыки уже можно монетизировать. То есть умение писать статьи, умение публично выступать, умение что-то, может быть, что-то работать там с какими-то программами в интернете. Извини, пожалуйста, я правильно понимаю. Вот, ну, опять я на своем примере, или там на каком-то абстрактном примере. То есть человек работает, у него один источник дохода, он на кого-то трудится. Он занимается определенного рода деятельностью. Помимо этого, он умеет хорошо, я не знаю, там, излагать слова, писать что-то, да. Да, там, ну, это воспринимается как на уровне любительского. Да, хобби. Для удовольствия, для удовольствия, да. И правильно я понимаю, что, если правильно, так сказать, да, повернуть это дело, то можно вот это хобби монетизировать. Да, да, совершенно верно. Причем, что самое интересное, это приятно делать, плюс это приносит какие-то деньги. И у нас есть некий запасной вариант, если вдруг что-то с основной работой случается. И тем самым мы можем даже уже планировать свой бюджет на следующий месяц не только с точки зрения, сколько мы получим, а уже, может быть, какие-то дополнительные растраты. Потому что мы знаем, сколько денег мы еще можем дополнительно заработать. Сейчас в интернете есть различные ресурсы, куда приходят работодатели или частные лица, которым нужно выполнить ту или иную работу. Они не знают, как ее сделать. Разовую, разовую. Разовую, да. И, соответственно, люди себя могут там найти, да, согласиться на эту работу. И, что самое интересное, удаленно. То есть не надо выходить, куда-то ехать. Не надо перемещаться, экономить времени. И за это время можно что-то успеть сделать дополнительно и получить. То есть это вот сейчас самый начальный уровень. То есть если вот нужно уже прямо завтра, прямо сегодня, то есть мы оцениваем уже свои навыки, смотрим, что мы умеем, либо умели. И что, а вот знаете, здесь какой интересный момент. То, что порой, когда мы начинаем заниматься работой, связанной со своим хобби, это через некоторое время становится вообще основной работой. А потому что это приятно. Потому что это хорошо. И вплоть до того, что люди увольняются с работы, которой им по тем или иным причинам не нравилось, и полноценно занимаются удаленно. Я понял. Смотри, еще один важный момент мне показался. Оценить навыки. Ну, очень часто я так хорошо о себе думаю, что мне кажется... Ну, простой пример, да, я знаю, многие мои знакомые, по крайней мере, многие люди любят петь, приходя в караоке. Да. И часто, да, видно даже, да, что человек настолько кайфует от себя. Вот сейчас он поет, это так классно. Человек профессиональный, да, ну, мягко говоря, там, не может этого слушать, а иной просто бежит. Потому что, ну, невозможно. Что, мимо нот там, да, чувства ритма нет, медведь на ухо и так далее. То есть я веду к тому, что оценить самому себя порой бывает сложно. И вот где найти человека объективно, который мог бы тебе сказать, дружище, у тебя вот этот навык есть, тебе надо его развивать. Пусть это будет дополнительным источником, а может быть станет... Вы знаете, здесь найти такого человека очень сложно. Я бы рекомендовал браться за первые какие-то тестовые работы, но всегда заказчику объяснять, что если вдруг у меня по каким-то причинам не получается, я полностью верну вам деньги. То есть, да, я понимаю, что риск есть определенный, если я в себе не уверен. А заказчик пойдет на это? Вот ему это надо? А ему выгоднее, потому что он понимает, что данный сотрудник, да, пускай даже удаленный, заинтересован в результате. У него есть определенный... или оплата по результатам. Такое тоже возможно. То есть заказчик получает, например, ну, ту же самую написанную статью. Он ее читает, говорит, да, хорошо, и оплачивает. Вот. Знаешь, я сейчас о чем подумал? Ну, не хочу огульно обвинять всех заказчиков, но такой удаленный заказчик говорит, ребят, напишите мне статью. Ну, давайте только вот так. Вы это еще делать не умеете, ну, или, по крайней мере, тестовый будет вариант. Если мне понравится, я вам оплачу. Зуб даю. Написали. Хорошая статья. Заказчик говорит, друзья, ну, что-то не то, вот, извините. Как мы договаривались, остаетесь вы без зарплаты, а сам говорит, о, классная статья. Раз, и киснул ее туда, куда надо. Бывает такое ведь? Ну, безусловно. Причем, вы знаете, здесь бывает с двух сторон. То есть, с одной стороны, заказчики хитрят, с другой стороны, исполнители хитрят, да, потому что у всех своя правда. И здесь, сейчас уже в сервисах есть такое, вы знаете, такие отдельные моменты, как под названием «безопасная сделка», когда деньги от заказчика попадают на нейтральный счет. Не исполнителю, а вот между ними. И там уже есть некий такой, знаете, арбитраж, который уже, если возникают вот эти вот непонимания, уже разбирается самый текст и так далее, и либо выплачивается, либо не выплачивается самый денег. Но здесь уже вот хитрый заказчик, она здесь не получается. Почему? Потому что деньги в любом случае уже на нейтраль. Они забронированы. Арбитр это кто? Это вот те, кто организовали эти сервисы. Их достаточно много сейчас в интернете, можно найти там смело. Но, тем не менее, как правило, они достаточно, у них уже достаточно большой опыт, и они хорошо разбираются уже в этих вещах. Поэтому, если возникает такая опасность или страх, вот это вот, то вот таким образом можно... Страх всегда возникает. Об удаленной работе, да, ну с кем я общаюсь, я его не видел ни разу, да, обманут, не обманут, скорее всего обманут, да ну и не буду я этим заниматься. Ну да. Не верю. Ну вот здесь вот, вы знаете, страх это, наверное, один из самых существенных факторов, почему у нас нету много проектов, почему у нас нету разных источников дохода. И по поводу страха можно разговаривать достаточно долго, да, и вообще посвящать этому целую программу. Как это преодолевать, как это проходить, но здесь как раз-то разница в том, что те, кто делают шаг, несмотря на то, что страшно, несмотря на то, что боязно, или жалко своего времени, или еще что-то, да, они почему-то получают результат. А те, кто просто теоретизирует на тему, что, а вот с тобой может случиться самое страшное. Ну и естественно, ну и от греха подальше, лучше я не буду с этим связывать. Кстати, вы на своих тренингах, я так понимаю, все-таки, да, эти психологические барьеры каким-то образом обсуждаетесь. Безусловно, то есть у нас, вот даже, в частности, на множественных источниках дохода, то же самое. Мы, безусловно, даем мотивацию и даем навыки личной эффективности, как это обходить. То есть, во-первых, начинаем с целей, вот о которых мы с вами говорили, да, чтобы поставить их эти цели, разобраться, что я хочу на самом деле. Понять, сколько, допустим, ресурсов в плане финансов нам необходимо для достижения данных целей. И как это правильно делать, как разбивать цели на какие-то определенные подпункты, которые можно внести в свой ежедневный график. Как быть более эффективно ежедневно, да, как успевать гораздо больше. Потому что, если мы, вот, посмотрим свои буквально несколько дней назад, то мы увидим, что там есть пару часов, которые мы могли потратить на что-то другое. Ну так вот, если, да, положа руку на сердце, да, мы бы, наверное, нашли бы пару часиков. Почему бы их не монетизировать? То есть, и здесь уже в зависимости, опять, если поставлены цели, если мы знаем, что мы хотим, мы будем искать способы достижения этого всего. Если мы просто с вами рассуждаем на тему и не делаем каких-то первых шагов. Было бы неплохо, да? Да, 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 очень много у нас, к сожалению, таких людей, которые вот именно рассуждают, да. Было бы, я бы, я хочу, и я хочу, и я делаю, да, это вот два разных человека вообще совершенно получается. И как раз мы, у нас выступают и как раз именно тренера, которые занимаются прямо в своей жизни различными технологиями по личной эффективности. Мы даем прямо методик. Причем, вы знаете, что самое интересное, человек может в себе, буквально как в Супермене развивать эти навыки. То есть, например, какой навык поможет нам, ну, быстрее усваивать информацию и готовить, ну, не знаю, давайте там базовые какие-то, может быть, документы. То есть мы можем развить себе на скорочтение. Казалось бы, это недоступно, как это так, читать быстро и так далее. На самом деле, в той же самой Москве и в интернете, в частности, очень много различных школ, которые позволяют научиться за, там, месяц, три месяца разные программы, научиться читать как минимум в два-три раза быстрее. То есть человек усваивает больше информации, у него появляется больше знаний на тему того, как же мне можно вот в своей жизни что-то больше заработать, например. И он становится и более интересный для заказчика, и более интересный для своего окружения, потому что вдруг он почему-то начинает серьезно выстреливать. Когда все остальные спокойно говорят, ну, попей чайку, успокойся, что ты, куда ты рвешься, да? А он реально книжку за книжкой. Да, у него так много уже информации, да, ее надо на кого-то обрушить. Он говорит, ты что такой умный стал? Я быстро читаю теперь. Вы знаете, вот здесь вот возникает очень серьезный вопрос окружения. Вот как раз, в частности, множественные источники дохода, вот этот ринг, он объединил людей, которым интересно, и которые хотят что-то для этого сделать. И потому что у нас с вами в окружении не все люди нам с вами помогают в этих начинаниях. Некоторые говорят, успокойся, зачем тебе это нужно? Ну, вот все живут нормально, а ты вдруг начал что-то придумать. Суетиться. Да, суетиться, да. Либо вот ты же когда-то там 20 лет назад попробовал, у тебя не получилось, помнишь? Помнишь. А, кстати, варианты возможны такие, что 20 лет назад я попробовал, у меня не получилось, а сейчас я попробую, у меня получится. И здесь есть существенная разница, когда мы с вами просто пробуем и когда мы работаем до результата. Вот здесь вот два очень важных момента, да. Я рекомендую всегда всем нашим участникам попробовать, если что-то мы делаем, то довести это хотя бы до первого результата. А потом оценить, это мое или не мое. Потому что я попробовал, я сделал какой-то шаг. Говорю, что-то мне это не нравится, да, я думаю, что это не работает. Опять, я думаю, да, то есть это какое-то некое гадание на кофейной гуще получается. То есть задача попробовать сказать, я, да, я достиг, я, допустим, написал статью, я получил деньги, я понимаю, что мне это не нравится. Не хочу я этим заниматься, я буду искать что-то другое. Это нормальный, совершенно объективный вывод из этой ситуации. А вот когда мы начинаем придумывать, это немножко не то, да. И все-таки как раз, вот еще раз возвращаясь к общности людей, это помогает пробить вот эти вот шаблоны, которые у нас с вами есть в голове. То есть какие-то уже привычки, какие-то, возможно, неважно, в нашей семье, в нашем окружении, то есть у нас есть определенный шаблон, который мешает нам двигаться, развиваться постоянно. И вот за счет того, что ты видишь, один прямо буквально сообщением пишет, что у него, он что-то попробовал, и сегодня у него все результаты. Второй пишет, и возникает мысль, ну а я чем-то хуже. Мне, похоже, дело тоже надо, надо уже сегодня чем-то заняться. И вот за счет общего такой массы, потому что у нас сидит порядка 10 тысяч человек одновременно. И, соответственно, представляете, какая-то масса людей, да. Там просто... Подожди, ты сейчас говоришь уже о ваших тренингах, да, я так понимаю? Да, вот в частности, вот множественные источники дохода. Это десятки тысяч людей, которые приходят, каждый вечер слушают тренера, слушают задания и начинают что-то делать. То есть, по большому счету, десятки тысяч людей, которые изменяют ситуацию у себя в жизни, в частности, ситуацию в своей семье, а может быть, даже ситуацию в своем городе. Сережа, смотри, мне показалось важным еще подчеркнуть то, что как только я оказываюсь, ну, условно говоря, в ряду единомышленников, да, у меня появляется дополнительный стимул. Вот если я общаюсь в моем окружении, да, люди, ну, не будем там оценки ставить, это хорошо или плохо, но вот с этой точки зрения движения вперед, они пассивны. Их устраивает все, что они имеют сейчас, им не хотелось бы, ничего такого. И я среди них нахожусь, я с ними общаюсь, они мои близкие друзья, либо коллеги по работе, либо даже родственники. И я вынужденно, да, я веду себя точно так же. А вот стоит мне, да, по какой-то причине присоединиться к каким-то другим, более мотивированным людям, и у меня сразу загорается глаз. Да, совершенно верно. Дело в том, что, вы знаете, есть такая некая теория рек, когда, вот, если взять, допустим, наемного сотрудника, да, у него плохой наемный сотрудник, ну, не знаю, в Москве, ну, например, зарабатывает, ну, я сейчас просто, в общем, 20 тысяч рублей. Средний, хороший, нормальный сотрудник зарабатывает, ну, в районе 70 тысяч рублей. Хороший, который стремится куда-то вперед к каким-то целям, он зарабатывает, например, 150 тысяч рублей. У него, вот это верхние планы, допустим, для наемного сотрудника. А если мы с вами посмотрим соседнюю реку, допустим, реку предпринимателей, ну, опять сейчас внешне это оцениваем, да. Самый плохой предприниматель там зарабатывает, ну, где-то в районе 50 чистыми на карман, да. Уже средний в районе 300, если брать статистику по Москве. А уже тот, кто стремится, тот, кто постоянно работает на своем бизнесе, он выходит уже за миллион. То есть, по большому счету, если мы с вами будем переходить вот в другую общность, и даже если мы с вами станем работать, скажем так, пускай будем средними, среди предпринимателей, мы уже будем зарабатывать гораздо больше, чем зарабатывает в первой реке самый высший человек. И вот это нужно понимать. То есть, мы за счет вот переходить в другие общности, с другими людьми общения, да, мы уже понимаем, как они думают, как они принимают решения, как они ставят цели и так далее. Мы как бы это впитываем. И уже за счет этого тоже делаем похожие вещи. Потому что, если, вы знаете, можно сделать такое базовое упражнение, прямо сейчас на бумаге выписать 10 человек, с которыми мы общаемся всех больше в нашей жизни. И напротив них прописать примерный доход ежемесячный. Ну, скорее всего, точно мы не знаем, но примерно. Нет, ну, можно позвонить в 70 и попытать их. Нет, они же не расходятся. Ну, можно, да. Ну, это по-моему. Только месяц зарабатываешь. Для особой, да, реальности это можно сделать. Зачем тебе это нужно? Да, да, да. Ты можешь сообщить, хочешь, нет, мне нужно для теста. Да, совершенно верно. И что самое интересное, вот мы смотрим и выводим некое среднее. Получается, что у большинства вот это число очень похоже на то, сколько они тоже зарабатывают в месяц. Почему? Да потому что одно и то же самое окружение. Хорошо, если будет больше, значит, мы куда-то стремимся. Если мое окружение зарабатывает больше, а если меньше, то нас, соответственно, оттягивает назад. Больше, да. Потому что мы мечтаем с вами о миллионах, а общаемся с теми, кто еще не перешел планку десяток тысяч. Ну, я сейчас утрирую, конечно, но тем не менее. И получается, что мы встаем и говорим, ребята, ну как же так, ведь можно же по-другому. Спокойно, спокойно, ты, да, слишком как-то разухарил сегодня. Вот такая ситуация тоже есть, да. Поэтому, безусловно, погружение именно вот в такую вот определенную среду, это очень важно. Людей, у которых есть конкретная четкая цель, которые хотят что-то изменить в своей жизни, да, и вот в этом плане гораздо проще. Потому что все-таки мы социальные люди, и нам хочется смотреть, что вокруг меня такие же люди, да, с такими же интересами. И нам печально, когда это не так. Поэтому это, наверное, один из самых важных таких аспектов, потому что у нас совершенно разные тренинги проходят, да. И всегда вот за счет объединения людей получается дополнительные прорывы, нежели человек бы работал в одиночку самостоятельно. Сереж, давай мы сейчас прервемся по поводу задач, да, уже после паузы мы поговорим более конкретно. Сейчас в эфире реклама на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Сергей Савинов, управляющий партнер Ассоциации независимых бизнес-консультантов Бискон. Мы обсуждаем множественные источники дохода. Сереж, я подчеркну еще раз слово «множественные», об этом хотелось бы подробнее. Напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 651099,6, корр города 495. Сайт компании финам.ФМ. Присоединяйтесь к нашему эфиру, ну и ответьте на вопрос, если найдете возможность. Вы пользуете множественными источниками дохода или предпочитаете все-таки стабильный, но один, который греет душу и карман. Ну что ж, давай множественный, да, и желательно побольше примеров. Да, я понял. Смотрите, то есть мы с вами проговорили вот буквально до рекламы, проговорили о том, что можно какие-то свои навыки, да, использовать и тем самым монетизировать. Но мы здесь с вами упираемся в такую планку, что рано или поздно заканчивается наше с вами время. То есть, допустим, мы с вами набрали большое количество заказов. Но у всех есть только 24 часа в сутки. То есть нам надо будет с вами бросить спать, есть и так далее, да, и рано или поздно ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому у нас с вами задача, что нужно что-то предпринимать, чтобы наши доходы росли, но при этом по часам мы с вами в определенную планку не упирались. А еще желательно, чтобы у нас больше свободного времени при этом становилось. Конечно, да, да, да. А деньги еще и поступали, да, то есть чтобы смс-ка с утра приходила, а то, что ваш банковский счет пополнен, да, это всегда приятно. Так вот, соответственно, здесь уже появляется навык именно руководства, руководства проектами. То есть если мы хорошо разбираемся в чем-либо, то мы можем сделать некую, вплоть до удаленной команды какой-то, да, которая будет выполнять эти заказы. То есть мы уже знаем, где найти эти заказы, мы это уже попробовали. Мы можем найти таких же людей, и, соответственно, мы умеем продавать это. И, соответственно, мы уже набираем большее количество заказов, при этом сами уже не выполняем. То есть наша задача уже курировать этих людей. Извини, не похоже это на структуру MLM? Вот мне сейчас почему-то это вспомнилось. Ну, вы знаете, тут многие компании похожи на структуру MLM тогда, да. Нет, мы на самом деле очень далеко от MLM, то есть это просто удаленные сотрудники. То есть по большому счету компания, которая работает через интернет. Да, то есть есть различные сервисы, которые позволяют обмениваться там сообщениями, задачами и так далее. Мы просто, это компания, только у которой нет офиса, и, соответственно, которая занимается такой же полноценной работой. Смотри, ну здесь надо подчеркнуть, что уже и финансовые потоки, да, о потоках мы можем говорить, идут уже через меня, да. Я замыкаюсь уже на своих сотрудниках и, соответственно, да. Да-да-да, то есть это уже более интересно, потому что мы говорим уже о других деньгах, но и навыки здесь нам с вами нужны немножко иные. То есть здесь уже навык управления, соответственно, сотрудниками, навык организации времени как своего, так и сотрудников, и плюс проверка этой работы, да, то есть курирование персонала, чтобы показывать хорошие результаты, иначе, ну, а, собственно, кто у нас будет заказать? Конечно, а мы можем этот навык приобрести, потому что, опять-таки, смотри, ну, часто, не часто, но бывает такое, вот я могу делать все руками. Уже я столько всего наделал, подумаю о том, чтобы, да, уже нанять себе сотрудников и ими руководить, а руководить я не умею. Я все время своими руками лезу, чтобы за каждым все переделывать. Это бич современного предпринимательства. То есть никто, кроме нас, никто лучше меня не сделает эту работу. Не доверяю я, да, ни в коем случае, конечно. Вот там какой наворотил, ну-ка, да, я сам. И что самое интересное, в итоге мы сразу попадаем здесь в определенную такую зависимость. То есть я сам себя и торможу в развитии, правильно? И трудоустроили сами себя, и на этом все закончилось, по большому счету. Поэтому нам как раз нужно от этого обойти. Это непросто. Ну, никто не говорит о каких-то простых, каких-то, знаете, да, найти большую кнопку под названием, допустим, бабло, да, на нее нажать, и, о чудо. И потекло. Да, на нас все пошло. Нет, к сожалению, надо будет поработать, надо будет что-то с собой сделать, но, на самом деле, эти навыки тоже прокачиваются. То есть есть конкретная четкая информация, как правильно ставить задачи, как их делегировать, как контролировать, как правильно продавать, да. И у нас вот, в частности, возвращаясь к нашему большой вот этой конференции «Множественные источники дохода», мы давали как раз информацию для того, как увеличить продажи уже в существующем бизнесе. То есть у меня есть бизнес, но он приносит мне небольшой доход. И таких людей достаточно много, на самом деле, которые, ну, по тем или иным причинам не смогли прорваться на какую-то существенную планку. Поэтому есть уже четкие методики по шагу, причем, опять, я еще раз повторяю, это не какие-то волшебные таблетки. Это надо будет поработать. Это четкие системы, пункты системы продаж, которые мы передаем, которые мы рассказываем, что и конкретно нужно делать. Это связанные как из организации, начиная там от своего сайта, заканчивая, как управлять сотрудниками эффективно, как привлекать подписчиков, клиентов и так далее, да, как работать со своим маркетингом. То есть идет пошаговая передача информации. То есть для тех, кто, возможно, стремится открыть свой бизнес или уже есть какой-то бизнес, и кто хочет увеличить продажи, кто хочет увеличить большее количество клиентов, они тоже, естественно, к нам приходят, слушают, и у нас достаточно большое количество отзывов, которые получили результаты, которые сказали, да, на самом деле, я удвоил продажи. Ты мне сейчас напомнил, я периодически слышу от своих знакомых, у меня есть небольшой бизнес, он привозит небольшие деньги, но мне этого достаточно. Вот человек лукавит в этом случае, он понимает, что ему, конечно, хотелось бы больше, но он по какой-то причине двигаться не может дальше. Или действительно есть такие люди, достаточно? Да, вы знаете, может быть, много разных причин. На хлеб с маслом хватает. Да, у нас, я чаще замечаю наших современных предпринимателей, которые научились классно жаловать. То есть встречаются предприниматели, и тот, у кого дела все хуже, тот победил. И все рассказывают, да, а я вот сотрудникам зарплату не выплачиваю, а я уже три месяца не выплачиваю. Вот и круто. А они все ходят на доработку. Они все работают еще, да. Может быть, деньги на вход брать, да, с них? То есть, может, таким образом. Да, это как в анекдоте получается. Но, тем не менее, здесь нужно понимать, в чем проблема конкретно. Потому что, если на самом деле не хочется, это одно. Ну, то есть, я закрываю все свои цели, мне комфортно в этом состоянии, но здесь единственное, нужно понимать, что в бизнесе нет состояния стагнации. То есть, мы либо развиваемся, либо падаем. Одно из двух. Потому что, если мы... Потому что сам бизнес не может, да, на месте находиться. Безусловно. И тем более, что конкурентная среда тоже не спит. Конечно. То есть, если мы говорим, что все хорошо, меня все устраивает, для конкурентов это практически программа на то, что нужно усиливаться, нужно убыстряться. Потому что есть возможность опередить. И через некоторое время будет нехорошо уже. Да, да, да. И надо будет вылазить из каких-то определенных проблем. Это не очень положительно. Поэтому вот этот блок по тому, как проработать свой бизнес и развить вот эти навыки предпринимателя, потому что очень малое количество людей, там, наверное, полпроцента вообще, которые рождаются уже заведомо с такими навыками управления и так далее. Мы можем видеть... То есть, бизнесменам можно родиться, да? Ну, да. Я думаю, что есть там у примера, которые буквально с нуля построили огромные сети, ну, типа, там, магниты и так далее. Наших магазинов продуктов, да, которые по всей стране. То есть, я считаю, что это, наверное, уже здесь, помимо развития, здесь уже есть какие-то и внутренние навыки. Помимо приобретенных навыков. Да, безусловно. Но, тем не менее, я считаю, что это не означает, что остальным не судьба никогда стать предпринимателем. Нет. Здесь, если работать в этом направлении, если развивать себя, то можно, уже следуя тем способам, которые уже отработаны на практике, можно как раз добиться результата. Но, вы знаете, здесь очень интересный момент. Нужно всегда разбирать и выбирать именно тех, те навыки, те способы, тех людей, которые реально практически это делают и умеют. Потому что, еще раз, есть серьезная разница между теорией и практикой. Потому что мы очень много можем рассуждать с вами на тему бизнеса, да, а другое дело пойти это и сделать своими руками. Поэтому критерии, и у нас, собственно, как раз тоже те тренера, которые участвуют, это все практики. То есть, у нас прям жесткий в этом плане отбор. То есть, это те люди, которые уже в своей жизни добились. У них есть конкретный, четкий результат, который они могут показать и доказать. И это вдохновляет. Потому что, если данный человек смог, и он показывает, как он это сделал, то, соответственно, и нам уже в этом плане тоже становится проще. Потому что это взятое с реальной жизни. Я вспомнил вдруг, такая фраза тоже звучит, есть профессиональные говорильщики, а есть профессиональные делальщики. В этом случае, да, человек, который действительно может чему-то научить, он должен эти профессии обязательно совмещать. Да, совершенно верно. Вот, в частности, допустим, у нас один из инструментов увеличения, вот мы сейчас потихоньку рассматриваем с вами разные источники доходов, это есть такая сфера консалтинга. Консалтинг, мы под этим в России вообще понимаем, каждый понимает свое. В данном случае мы рассуждаем именно о консалтинг в сфере увеличения продаж, маркетинга, развития бизнеса и так далее. На самом деле, первое, с чего мы можем начать, мы уже можем консультировать людей, либо компании, если мы уже обладаем какими-то навыками, да, те же самые юридические, бухгалтерские, но мы профессионально рассказываем о том, как можно получить эти навыки, то есть разобраться, допустим, в продажах и маркетинге. То есть правильно я говорю, извини, вот я работаю бухгалтером профессиональным, да, ну, все, что мы говорили, там, устраивает, хотелось бы развиваться, да, я могу параллельно этому заняться консультациями, консалтингом тем самым, да, кому-то помогать еще в этой же самой деятельности. Ну да, потому что мы можем с вами работать бухгалтером и, например, вести только одну компанию и получать, соответственно, одну зарплату. А можем работать бухгалтером и вести пять компаний и получать пять зарплат. Может быть, они будут чуть меньше, но в совокупности по деньгам мы получаем больше. Но при этом я занимаюсь одним и тем же все же. Да, одним и тем же в этой же нише. Поэтому тема консалтинга, я считаю, что она еще пока не дооценена вообще в России, и у нее сейчас те самые девяностые как раз именно в консалтинге. Потому что именно в сфере продаж, развития, потому что вот если посмотреть, как это, допустим, в США, там уже любой бизнес, у него вполне адекватно позвонить при любой проблеме, а порой они пользуются этим ежемесячно, консультанты, которые поможут наладить приток новых клиентов. Это нормально. То же самое, как мы привыкли, например, пользоваться бухгалтерскими услугами, юридическими услугами. У нас сейчас это не вызывает никакого каких-то там эмоций, тогда мы делаем это совершенно спокойно. Но вот именно консалтингу в сфере продаж, в сфере маркетинга, в сфере развития бизнеса здесь еще пока только идет развитие. И как раз мы рассказываем, первое, как может человек обучиться этому всему, потому что есть уже, мы выработали определенные системы, которые позволяют в любом бизнесе на определенный, ну, в зависимости от ситуации, на определенное количество увеличить продажи, привлечь новых клиентов или развить бизнес уже по стране и ближнему зарубежью. И, соответственно, сотрудник, точнее, человек, который обучается по этим программам, у него уже появляется навык, потому что, а этот навык сформирован именно с практических вещей, у него появляется навык, с которым он может идти в компанию и показывать им хорошие результаты. Поэтому, вот в частности, те люди, которые не знали, допустим, какой дополнительный источник доходов им организовать, они как раз пользовались вот именно консалтингом. То есть они обучались, они разбирались с тем, как правильно, как должен выглядеть консультант, как он должен разговаривать, что, какая вот именно внутренняя экспертность, они читали литературу, они, соответственно, слушали различные стандартные программы, разбирались в этом во всем. И после этого уже приходили к клиенту и показывали ему, причем это были первые встречи, это были совершенно бесплатные, где они уже давали какой-то результат, после этого собственник бизнеса сказал, я буду с вами работать или не буду работать. При этом гарантия, что самое интересное, была всегда стопроцентная гарантия. То есть когда любой консультант вот такой, у него нет опыта, да, и собственник, обладая уже, достаточно серьезной харизмой, смотрел ему в душ и говорил, а как же ты меня можешь научить? Я уже огонь и воду... Задавит кого угодно. И медные трубы уже прошел, да, как ты меня можешь такой вот новичок научить? Так на самом деле он показывает результаты, говоря о том, что вот если я не достигаю этих результатов, я полностью вам верну деньги. Собственник установился, интересно, как же так, да, ведь такой стопроцентной гарантии никто у нас не предлагает. Обычно у нас деньги вперед, да, и в общем-то все. Сережа, у нас осталось совсем мало времени, тебе 30 секунд на то, чтобы мы завершили программу, резюме какой-то. У нас буквально вот в ближайшее время начинается новый поток вот этих множественных источников дохода, поэтому приглашаю всех, кто хочет и может организовать себе какие-то дополнительные источники дохода, обязательно приходите, это совершенно бесплатно. Можно будет каждый вечер подключаться через интернет, ехать тоже никуда не нужно, и, соответственно, участвовать в нашей такой большой конференции, слушайте разных тренеров, делайте свои выводы и получайте большие результаты. Ну, а возможность, главное, да, что возможность получать множественные источники дохода, она существует? Да, безусловно, конечно. Спасибо. Сергей Савинов, управляющий партнер Ассоциации независимых бизнес-консультантов Бискон, сегодня был в студии сухого остатка. Мы обсуждали тему множественные источники дохода. Сереж, спасибо, что ты нашел время посетить нашу студию. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Успехов.